Что вы знаете о корпоративной культуре? Слышали ли вы что-то о ней уже раньше? Знаете ли что-то про нее? Вообще, как, интересно ли вам эта тематика? Ну, вернее, я думаю, что интересно, раз вы пришли. Еще раз повторю, что я вас рада всех видеть, если вдруг вы меня не услышали в начале вебинара. Ну и как-то немножечко расскажите о ваших впечатлениях, почему вы считаете, важна ли корпоративная культура, и как для вас, как для начинающих профессионалов, как она может откликаться. И я очень надеюсь, что вы пишете в чат. Как вы знаете, я всегда люблю вести вебинары, общаясь с вами и читая ваши комментарии и вопросы из чата. Соответственно, пока я бы хотела немножечко вам рассказать о том, откуда вообще появился термин «корпоративная культура». Он пришел к нам еще в XIX веке, ну, к нам. Я бы, наверное, назвала, что он скорее не в Россию пришел, а больше в западном мире он начал появляться в XIX веке. И говорилось это о том, что это некоторый свод правил, по которому, собственно, военные знают, как себя вести. То есть как во время сражений, так и в мирное время. То есть это, по сути, некоторое продолжение уставов, формализованного документа, и некоторые правила, формальные и неформальные, по которым военные себя знали и предполагали, как себя вести. И точно так же, на самом деле, само слово «культура». То есть у нас в нашем обществе, в каждом обществе, в каждом сообществе есть какая-то своя определенная культура. Может быть, мы не всегда ее называем корпоративной, культуру общества называем. Но вот корпорация, компания, любое предприятие, в общем, ничем не отличаются от мини-сообщества. Поэтому, конечно же, культура там тоже есть. Вижу, что вы написали уже, да, мне в чат. Спасибо большое. Тема актуальна. Я недавно читал научную статью на этот счет. Спасибо, Александр. Чувствуешь себя частью чего-то большего? Да, 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 да. Это как раз вот такое вот соприкосновение с культурой. Винт в машине. Это зависит от того, какая культура. Спасибо, Никита, что поделились. Ну, правда, да. То есть мы как раз сейчас тоже про это поговорим. Как правило, я сталкивался с ней только при решении проблемы. Выражалось это, как правило, в жестком табу от руководителей, без каких-либо разборов. Да, вот вопрос о том, да, как раз поговорим. Табу – прекрасное слово. Оно тоже относится к культуре. И будем это тоже обсуждать. Так, повышает уровень доверия. Да, немножечко даже вот вы мне сейчас так подбросили тему, которую, может быть, на слайдах я не осветила, но попробуем затронуть сегодня еще чуть-чуть про психологический контракт. Мы как-то на одном из вебинаров про это говорили. Ну, может быть, сегодня как раз через такую призму культуры тоже на него посмотрим. Окей, спасибо большое, что вы поделились. Я попрошу коллег мне помочь со следующим слайдом. Ну, а я, соответственно, хочу вам рассказать, что да, корпоративная культура – это некоторый такой набор моделей поведения, который принят в компании. И он формируется. Есть разные мнения, как он формируется. Иногда говорят о том, что это такие вновь назначенные правила поведения. Но я скорее разделяю тот подход, что они формируются с момента основания компании. И, конечно же, они во многом зависят от руководства, от собственников компании. Чем больше компания, тем, наверное, ну, как мне кажется, с одной стороны, сложнее транслируется вот этот набор поведенческих моделей руководства на всех сотрудников компании. Но, с другой стороны, как бы какие-то паттерны, они в любом случае преобладают. Помимо этого, это еще некоторая такая система лидерства и управления, принятая в компании. То есть то, как мы понимаем, да, то есть это как раз про формальные и неформальные моменты, когда мы понимаем, что вот в одной компании, да, идет управление такое достаточно демократичное, да, ну, предположим, там, холократия, пример, да, такой. То есть когда у нас такая плоская достаточно структура организационная, когда у нас проектное управление идет такое, да, то есть когда у нас идет демократия в отношениях. И такой стиль лидерства, он довольно свободный, при этом он подразумевает большое количество самостоятельности от людей, включенности, вовлеченности, да, в проекты. А бывает, наоборот, очень директивная культура, когда вот есть очень ограниченные жесткие рамки и шаг влево, шаг вправо карается расстрелом, как говорится, да, ну, там, ну, весь это я сейчас утрирую, конечно, но там выговорами или как минимум, да, может быть, неформальными выговорами, но какими-то замечаниями от руководителей, например. То вот как раз то, о чем мы говорили, про винтик в машине и так далее. Конечно, культура зависит еще от того, чем занимается компания, да, то есть от тех людей, которые работают в компании, это некоторые, знаете, ну, вот формальные и неформальные правила, то есть у нас есть там очень четкие, как бы, ну, правила внутреннего трудового распорядка, это такой формализованный документ. А есть такие неформальные правила, ну, мы тоже как-то на одном из вебинаров говорили о том, что там, когда начальник в плохом настроении, лучше не подходить с подписанием документов, например, вот что-то такое, да, то есть когда, ну, те, о которых прямо так не рассказывают, но которые человек очень быстро усваивает, когда попадает внутрь организации. Я вам хочу привести здесь, на самом деле, еще пример про, вот как раз еще есть такая, ну, способы решения конфликтов, да, то есть то, как мы, мы действительно озвучиваем конфликты, когда они происходят внутри команды, внутри компании. Или мы, наоборот, делаем вид, что все хорошо, да, играем такую хорошую мину при плохой игре и, ну, как-то, то есть конфликт считается чем-то экстраординарным. Если, не дай бог, там кто-то на кого-то повысит голос, то это уже как бы, ну, такой, за рамки вон выходящее. Пример как раз, может быть, вы слышали про эксперимент такой был, он, правда, был не с людьми, а с обезьянами, но мне кажется, он очень хорошо транслирует то, как вот эти формальные и неформальные правила передаются в компании. Пять обезьянок были, ну, сидели в клетке, посередине клетки стояла лестница, и сверху на лестнице лежал банан. И как только обезьяна одна из, ну, решила, ну, как-то проголодалась, решила взять этот банан и съесть его, тут же всех обезьян окатили холодной водой. Через какое-то время другая обезьяна попробовала то же самое сделать, ну, то есть подойти к лестнице, еще успела коснуться лестницы, как сразу обезьяна окатили холодной водой. И так подавалось несколько раз, то есть какая из обезьянок пыталась подойти к лестнице, и окатывали холодной, ну, всех окатывали холодной водой. Через какое-то время одну из обезьянок вытащили из клетки и посадили туда новую обезьяну. Естественно, что первая решила сделать новая обезьяна? Пойти и взять банан, который, собственно, лежит на лестнице. Но тут же обезьяны другие на нее набросились, и она поняла, что как-то, видимо, ну, что-то не то происходит. Дальше заменили вторую обезьянку из стареньких и посадили новенькую обезьянку, но как только та также решила попробовать взять банан, все остальные на нее набросились, включая недавнюю новенькую. Ну, и так продолжалось, собственно, заменили всех обезьянок в клетке, то есть сидели абсолютно новые обезьянки, их уже не подавали холодной водой, но все равно они не подходили к лестнице и не брали банан. То есть сложилось некоторое неформальное правило, что банан брать не нужно. То есть это, как бы, уже никто не знает, почему, но просто вот так сложилось. И вот эти неформальные правила, они как раз у нас, ну, играют роль достаточно большую, когда мы приходим в новый коллектив, и там, соответственно, мы не можем никаким образом, ну, то есть понять даже, почему то или иное правило складывается. Не всегда нам это рассказывают. Ну, и, собственно, еще один из признаков корпоративной культуры, ну, признаков, скорее, проявления, это некоторые из компаний. Причем это могут быть абсолютно формальные, например, лозунги. Если вы вспомните, то там у каждой почти компании, если она более-менее крупная, есть своя миссия, есть свои ценности. Ну, и это можно, в принципе, тоже отнести к некоторой символике, есть свои табу и свои ритуалы. Ну, вот как раз пример с обезьянками очень хорошо показал, что там в этой среде этих обезьянок изменения какие-то, да, или какое-то, ну, логичное, естественное, казалось бы, поведение, основанное на инстинктах, оно не приветствовалось, и уже никто не знает, почему. То есть оно было табуированным. Некоторые ритуалы, да, то есть все вы слышали про корпоративные вечеринки, например, да, то есть это тоже может быть ритуалом. Все вы знаете про то, что, там, не знаю, есть какие-то процессы аттестации, например, да, то есть которые могут быть распространены в компании. И это тоже, в принципе, можно отнести к ритуалу. Есть такие менее формальные ритуалы, как, например, в некоторых коллективах поздравляют друг друга с днем рождения, да, и это про то, что как раз, ну, такой нетрадиционный, ну, как бы формально он никак не закреплен на этот ритуал, но такая традиция существует. Или, например, там дает какие-то дополнительные дни отпуска за какие-то сверхдостижения, но это может быть уже там закреплено более формально. То есть ритуалы и какие-то традиции определенные, они тоже так же затрагивают корпоративную культуру. Система коммуникации, которая присутствует в компании, это как формальные коммуникации, то есть чем больше компания, тем чаще, например, можно встретить такие истории, как дайджест новостей корпоративных, которые выходят раз в неделю, предположим, да, или какие-то общие информационные сообщения, доски объявлений, да, то есть если это какие-то производственные предприятия, то часто видно, что там, ну, условно в цеху можно увидеть такую доску, доску, с объявлениями. Ну и есть и неформальные каналы коммуникации, например, там всем известные, да, такие места, как столовая, где люди обедают, предположим, да, и тоже как-то обмениваются какой-то информацией. Это курилка, через которую тоже проходит куча всяких неформальных коммуникаций. Ну и это всякие там праздники и прочее, прочее. То есть те места, да, и те мероприятия, на которых люди не только по работе общаются формально, но и на разные другие темы, в том числе обсуждая рабочие вопросы тоже. Ну и, собственно, к чему вот эти все, да, истории? К тому, что, то есть корпоративная культура, она создается, создается через время. Я попрошу коллег помочь мне со следующим слайдом. И как раз Эдгар Шейн, это человек, который, собственно, один из основоположников организационной психологии, и он очень много писал про корпоративную культуру. Он дал определение, что же такое корпоративная культура. Ну, конечно, определений, на самом деле, большое количество, но мне оно понравилось, потому что оно, наверное, наилучшим образом отражает то, как наше, ну, как, какой смысл несет в себе корпоративную культуру. Коллеги, я очень прошу, да, помочь мне со следующим слайдом. Спасибо. Да, собственно, вот самоопределение. И про что, да, про что эта настройка? Про то, что культура создана для того, чтобы компания могла адаптироваться к изменениям во внешней среде, да, то есть сначала это какие-то этапы выживания, потом это там этапы расцвета, роста, и в том числе и стагнации, там, изменений рынка. Особенно, ну, в наши дни мы понимаем, что это актуально, потому что у нас там рыночная ситуация меняется довольно быстро и иногда довольно драматически. В последних нескольких лет. И как бы адаптация к внутренней интеграции, да, то есть когда у нас компания начинает расти, например, да, то есть есть определенные кризисы роста и внутренняя коммуникация, которая, внутренняя интеграция, которая способствует либо успешному росту компании, либо неуспешному. И культура как раз, собственно, она влияет, заложенная культура, она влияет. Ну и, собственно, как она проверяется временем. И через время становится понятно, насколько те механизмы человеческого взаимодействия и паттерна поведения, заложенные основателем, собственником, руководителями компании, насколько они стали успешными или, наоборот, они привели к некоторым деструктивным проявлениям, да, то есть к разрушению компании, к невозможности адаптироваться, например, на изменяющемся рынке. И, собственно, смысл еще ее в том, чтобы передавать новым членам группы, новым членам команды, то есть вовлекать в культуру людей, которые вновь приходят в так называемую свежую кровь организации. И здесь как бы идет взаимное обогащение, потому что, конечно, каждый человек, когда он входит в команду, он же не белым чистым листом приходит. Даже если вы после университета идете на первое место работы, у вас все равно уже есть некоторые представления, у вас есть определенные ценности, свои, свое видение, да, какие-то свои убеждения, которые вы в той или иной степени привносите в свою работу. И все равно идет некоторый обмен и изменения, небольшие иногда. Но если, например, новичок, который попадает в компанию, очень сильно отличается, да, по каким-то культурным установкам или не принимает правила игры в компании, то коллектив его отторгает. Ну, то есть такое отвержение происходит. Это, естественно, это, знаете, как, ну, как будто, если на организм на наш посмотреть, какие-то клетки, которые мы, ну, там, например, они нам не подходят каким-то образом, и мы их отторгаем, да, там, кто-то, например, там, любит острую пищу, а кто-то нет, да, и не может, ну, ее кушать. Соответственно, точно так же, как бы, и, ну, вот, компания отторгает, кто университет, вот эти ценности. Я, конечно, ну, такое самоустроющее сравнение достаточно простое, но, ну, тем не менее. И про что мне здесь хочется сказать? Про то, что в корпоративной культуре, ну, то есть, когда новый сотрудник приходит внутрь компании, конечно, важно заранее немножечко быть подготовленным и понимать, это действительно моя культура, та, которая мне подойдет, или та, которая мне не подойдет. То есть, чтобы, как бы, честность, она, знаете, экономит время и ваше, и работодателя. И это, честно, насколько я хорошо знаю себя и свои ценности. И честность по отношению к будущему работодателю, ну, потому что тоже, как бы, каждый принятый сотрудник, он стоит определенное количество, ну, определенное количество денег, да, то есть это уже вложение, когда человека просто нанимают даже на работу. И, соответственно, дальше его обучение, развитие и как-то работа с ним, она тоже стоит определенных средств для компании. Поэтому, чем более четко настроен подбор в компанию, тем более четко команда рекрутмента, или один человек, да, или это агентство умеет подбирать людей с ценностями, совпадающими с командой и с компанией, тем, ну, качественнее сотрудничество, ну, получается дальнейшее сотрудничество, и тем долгосрочнее оно получается. Ну, и здесь еще важно отметить, что, конечно, это такая, ну, обоюдная ответственность, да, то есть со стороны кандидата важно понимать себя и свои ценности, со стороны, и, собственно, видеть, научиться распознавать ценности компании, научиться распознавать культуру. Иногда, знаете, бывает так, что мы, например, заходим в крупную компанию, мы видим на сайте есть эмиссия, есть ценности, и нам все это очень откликается, и, собственно, откликается то, что компания, чем компания занимается. Мы приходим на встречу к руководителю, и тоже вроде как все в порядке, но попадая внутрь организации, мы вдруг понимаем, что какие-то вот эти неформальные правила, да, там, или неформальные какие-то законы, да, поведение компании, и вообще как то, что происходит в коллективе, в команде, в этом отделе, оно вообще с нами не совпадает. И поэтому сегодня мы как раз немножечко остановимся на том, а как же нам изначально определить вообще, что происходит внутри компании, и насколько нам подходит и компания, и команда, ну, или руководитель, с которым мы будем работать. так, вижу комментарий, устраиваешься на работу в коллектив, который внешне благополучный, а потом оказывается, что там змеиное логово. Ну да, есть даже такая картинка замечательная, когда такой, знаете, цыпленочек вылупившийся, и вокруг такие маленькие крокодильчики, и надпись такая «С первым рабочим днем». Ну вот, да, это вторая как раз история про, тоже есть такой эксперимент, и тоже он с обезьянками. Ну, сегодня вот такие у меня примеры интересные. Ну, наверное, просто сообщество приматов, оно ближе, ну, в том числе к нам отчасти, да, по каким-то восприятию, да, по культуре. Ну, и такая стайность, она же все равно у нас во всех есть. Ну, и вот тоже пять обезьяночек, тоже та же лестница, тот же банан практически, но ситуация другая. Обезьянка подходит к лестнице, хочет скушать банан, и в этот момент ее окатывает холодной водой. То есть все остальные, они как бы сухие сидят, все хорошо, а именно та, которая подошла и захотела взять банан, ее окатили холодной водой. Проходит какое-то время, другая обезьянка, тоже интересующаяся, решает полакомиться бананом, тоже подходит к лестнице, и только вот она буквально собирается подняться, как тут же ее окатывает холодной водой. Так повторяется несколько раз с каждой обезьянкой, которая пробует, и следующая уже, которая пробует, другие обезьянки начинают ее быстренько оттаскивать от лестницы, то есть не давая попробовать ей банан. Переживают за нее и волнуются. Но дальше одну из обезьянок также заменяют, приходит новая обезьянка, видит лестницу, банан, естественно, пытается к нему подойти, но на нее сразу же набрасываются другие обезьянки. И что происходит с ней? Она начинает думать, то есть ее не окатили водой, она не понимает, что случилось, но она видит, что ее вот так встретили, что вот это вот какая-то реакция, и она начинает думать о том, что окей, значит, такой у них ритуал встречи новых сотрудников. Ну, в смысле новых сотрудников, новых обезьянок, то есть новых членов группы. И дальше заменяет вторую обезьянку, опять заходит новая обезьянка, и только она заходит, как та, которая зашла перед ней, сразу начинает на нее бросаться, и все остальные тоже подключаются. И уже никого не окатывают водой, уже практически там, может быть, даже никто и не тянется с бананом, еще даже не успевает подумать об этом. Как вот любая новенькая обезьянка, она сразу получает, так сказать, по первое число. И чем дальше, тем злее становится этот ритуал, да, то есть тем, тем, то есть потому что обезьянки стараются, они пытаются улучшить ритуал, то есть они считают, что если там сильнее побить новую обезьяну, то значит это как-то будет более эффективно, она быстрее вольется в коллектив. Вот как ни странно, но с людьми происходит подчас то же самое, да, то есть когда есть команды, которые встречают новых сотрудников очень радушно и очень так вот с уважением стараются все рассказать, объяснить. А есть команды, в которых ты как бы пока испытания огнем, водой и медными трубами не пройдешь, своим считаться не будешь, да, то есть и для того, чтобы как бы, ну, стать своим, нужно там заслужить эту позицию, завоевать ее и так далее. И здесь сложно сказать, на самом деле, с одной стороны группа формирует, да, вот эту вот культуру, с другой стороны иногда так бывает, что, ну, у каждого из нас есть детство свое собственное, и мы там разные ситуации испытывали и в школе, там, да, и в институте то же самое. Естественно, что мы что-то привносим с собой. И бывает так, что там подобные люди как-то, как сказать, склеиваются, хотел сказать, нет, не склеиваются, а притягиваются друг друг к другу, да, то есть и вот, ну, начинают самопроизвольные, да, такие формирующиеся команды, которые как-то вот на уровне ценностей, в том числе и вот этих, то, что как бы испытание должно быть для нового человека достаточно серьезным и жестким, вот таким образом как бы сбиваются в группы, ну, и принимают друг друга. А вспомните американские фильмы со студенческими братствами, например, да, то есть это тоже, ну, вот как бы у них обязательное прохождение испытания для того, чтобы вступить в братство, для того, чтобы вступить в сообщество. Здесь немножко еще, конечно, и мы можем увидеть это и в древнегреческих мифах, именно, ну, такую, да, структуру, и Юнг писал об этом, да, в своем путешествии героя, что тоже герой проходит испытания для обретения своей самости, индивидуальности, индивидуации. Но, как бы, вот такое испытание, оно, в принципе, ну, не обязательно везде, во всех компаниях вы встретите, но можете, собственно, и встретить тоже. И здесь уже вопрос каждого из нас, да, насколько мне комфортно, когда я, ну, вот с такими испытаниями сталкиваюсь, насколько нет. Так, вижу комментарии. Как считаете, бросать новобранца сразу лютым клиентом сложной задачи – это хороший прием? Со стороны тестирования личности – это плохо, морально разрушается человека. Со стороны организации – хорошо, естественный отбор. Ну, вы знаете, вот в разных организациях это все равно будет по-разному. Даже если новичка, ну, как бы, кто-то будет, не будет бросать, как бы, новичка сразу на жесткие какие-то холодные звонки. А кто-то наоборот, да, то есть и без всякой помощи его оставит. Это вопрос, как бы, есть люди, которым очень подходит такой способ, то есть которых там с детства условно на середине руки выбрасывали, да, и они учились плавать. И для них это будет нормально, они впишутся в эту культуру. Для них это будет абсолютно приемлемо, и более того, это даже будет какую-то общность придавать. Есть люди, которым это точно не подойдет. То есть к чему, я не хочу вас сейчас запугать, да, вот всякими этими страшилками про испытания для новичков, но с другой стороны, как бы, то, что я точно хочу до вас донести, это то, чтобы на одном из прошлых вебинаров я говорила про то, что я окей, ты окей, да, такая позиция. Вот здесь вам важно помнить, что, как бы, в любом случае вы окей, и эти люди окей. То есть вот у них вот такие правила игры, они вот таким образом работают, и для них это нормально. Ну, соответственно, также для других компаниях нормально по-другому. Кому-то будет очень скучно, если он придет, и ему, его начнут водить за ручку по всем кабинетам, знакомить со всеми людьми и говорить о том, что он скажет, слушайте, давайте уже закончим, мне уже, давайте я пошел уже звонить, делать, достигать там что-то. А для кого-то, наоборот, важно вот эту дотацию пройти. Здесь, вот, смотрите, попробуйте вспомнить моменты, когда вы пришли в институт первый раз. Там, как вы, там, первый месяц вашего обучения проходил. Это же тоже какая-то определенная, то есть, ну, единственная разница в том, что вы пришли уже не в сложившуюся группу, например, да, а вы пришли, ну, как бы, все были новенькие, то есть все как бы на равных условиях. Ну, как быстро начинает формироваться коллектив, как быстро начинают люди объединяться по группкам, да, мини-групкам, да, или какие-то костяки начинают формироваться сообщество, какая-то может выстраиваться иерархия, появляется староста, как минимум, да, то есть, и начинает работать с деканатом. Ну, то есть, вот это вот все, оно, как бы, ну, быстро формируется достаточно. И то же самое, как бы, в компании, только с той разницей, что вы приходите не все новенькие, да, ну, редкий случай, когда набирают, там, не знаю, весь отдел стажеров, ну, предположим, да, или весь отдел новых сотрудников. Когда формируется, основывается компания, да, тогда собственник набирает к себе людей в команду. Но это все равно происходит не одновременно все, да, не 1 сентября вы все пришли на работу, а, как бы, ну, постепенно каким-то образом. И поэтому вот как-то все люди начинают адаптироваться, и кто-то кому-то подходит этот формат, кому-то нет. Точно так же в университете вы видите, что кто-то потом отчисляется, кто-то понимает, что это не его направление, да, например, ну, переходит на какой-то другой факультет, кто-то заваливает сессию, да, то есть, ну, вот каким-то такой естественный отбор происходит всегда и все равно. Но это не значит, что кто-то там выбывает в нижние ступени иерархии, да, а это просто, ну, как бы люди меняют в своей жизни что-то, меняют направление, меняют компании в том числе. И подчас мы, как бы, знаете, вот выход на работу, это как, знаете, если после трех свиданий пойти сразу в ЗАГС. То есть еще вы друг друга все равно не знаете, и никто не застрахован, да, то есть от того, как это будет. Но, по крайней мере, какие-то вопросы, какие-то моменты вы можете начать прояснять до того, как вы выходите в компанию. И мы как раз сейчас тоже про это поговорим. Так, в японском менеджменте ставят наставника, который ведет новичка. У нас сейчас система наставничества тоже начинает возрождаться понемногу. Да, соглашусь, Александр, с вами. Действительно, у нас система наставничества начинает возрождаться. Более того, она развивается достаточно сильно. То есть наставник это человек, который как бы ведет человека, ну, вот новичка, когда он зашел в компанию, вот только-только пришел. Я попрошу коллег помочь мне со следующим слайдом, чтобы мы, наверное, даже, наверное, через один, да, через один мы потом вернемся. На этот слайд. Собственно, зачем нужна адаптация человека внутри компании? Для того, чтобы он освоил необходимые там знания, навыки и отношения, да, которые, то есть это некоторый процесс, который направлен на формирование там знаний, навыков и отношений у человека с другими коллегами. И наставник, он в том числе помогает и со знаниями, и помогает как-то влиться в коллектив, ну, как влиться, да, то есть все равно все зависит от вас тоже в том числе. Но как-то он, ну, там, знакомит, способствует этому, скажем так, если он, конечно, сам к этому предрасположен. Это, как бы, наставник выполняет роль такого коммуникатора между вами и руководителем в том числе, между вами и коллегами, между вами и другими функциями внутри компании, да, то есть, ну, коллегами из других функций, а не из вашей команды. И, конечно, классно, когда он действительно любит эти задачи и когда ему нравится это делать. Бывает так, что это дает в нагрузку, потому что вот такой процесс приняли, вот у нас теперь наставничество, поэтому ты будешь наставником, а человек, может быть, вообще не предрасположен быть наставником. То есть наставничество – это важно предрасположенность. Следующий уровень, да, это когда вы уже понимаете, что, где и как делать, и вы, как бы, вам уже нужен не совсем наставник, который скажет, делай раз, делай два, делай три, а вам нужен некоторый ментор, к которому вы придете уже, ну, это обычно, кстати, руководитель выступает таким ментором, вот вы приходите и говорите, у меня вот такая вот задачка, да, я придумал четыре варианта решения, вот, ну, хочу спросить, да, у вас, вот там, с вашей точки зрения, с вашей перспективы, вы как-то можете лучше видеть, да, более широко этот вопрос, какой же все-таки выбрать, там, да, или, например, как могу ли я протестировать вот этот способ, там, может быть, я не вижу каких-то рисков. И это такая, ну, уже такой запрос менторской поддержки. Но это уже чуть дальше, чем искусственность. Ну, конечно, когда вы поднимаетесь по корпоративной лестнице, если вы приходите уже на управленческую роль, скорее у вас будет больше, может быть, ментор, чем наставник. То есть таких вот, ну, наставников уже, ну, практически нет, но на первых позициях, на рядовых, особенно на стажерских, это, конечно, точно, ну, сопровождается наставничеством. Так вот, смысл, да, адаптации и работы с наставником в том, чтобы вы в том числе начали демонстрировать некоторое поведение в соответствии с правилами и с правилами корпоративной культуры. То есть это такое, знаете, как-то признание того, что мы друг для друга свои, да, то есть что ты нам подходишь и мы тебе подходим. То есть это такой все равно взаимный процесс. Третья история – это приобретение мотивации, да, то есть, ну, как бы адаптация, включение вас, чем, как бы, качественнее работает с вами наставник, руководитель, ваши коллеги, чем дружелюбнее они к вам относятся. Ну, в норме, да, это располагает человека к тому, чтобы компания ему понравилась, тому, что ему захотелось продолжать здесь работать, к тому, чтобы он почувствовал действительно себя своим, и это укрепляет психологически некоторый контракт, повышает, может, в том числе повысить мотивацию, повысить вовлеченность. Я встречала много команд, где люди, они, может быть, не были бы даже увлечены настолько сильно своей работой и своими задачами, если бы у них не было бы такой, там, классной дружеской атмосферы в коллективе, да, то есть когда они и в выходные, и в праздники точно так же встречаются, продолжают общаться, особенно молодые коллективы, то есть когда еще, там, может быть, нет своих собственных семей, и когда, ну, хочется и тусоваться, и как-то, ну, время проводить весело и задорно, и вот они вот команды и днем и ночью, что называется, вместе общаются, да, и вот они включены, вовлечены, и для них это дополнительная мотивация, которая только побуждает их идти на работу. Не так давно я в соцсетях увидела пост о том, что, там, коллега моя появилась, поделилась, что у нее дочка в пятницу вечером осталась на работе играть в мафию. Ну, то есть это тоже, как бы, да, показатель того, что как-то людям нравится друг с другом не только профессионально время проводить, но и дружески. Но, конечно, здесь идет граница, да, чтобы работа не превратилась в такую, в компанию друзей совсем, и мы забыли про профессиональные задачи, то есть здесь тоже вы это важно помнить. Ну, и, собственно, все это направлено на то, чтобы вы максимально эффективно, да, выполняли свои задачи. То есть, тем не менее, это четкий план работы, это поставленные задачи на испытательный срок. Наставник, в том числе, может помочь прояснить вам, ну, или, по крайней мере, объяснить критерии оценки вашей работы, да, то есть это либо руководитель, либо наставник может сделать. То есть, чтобы вы понимали, как вас будут оценивать, по какому принципу будет принято решение в конце испытательного срока, о том, прошли вы этот испытательный срок или не прошли. То есть, вот это вот, ну, как бы все такие важные моменты. Так, мотивация присутствует только на период адаптации, далее все понимают, что проще остаться, нежели чем опять искать новую работу. Ну, это зависит, на самом деле, это зависит от того, насколько вы увлечены своей работой, насколько вам она действительно нравится, откликается, насколько вам откликается коллектив, люди. Потому что иногда бывает так, что профессиональный человек выполняет отлично свои задачи, и ему нравится его работа. Акваминерали с соком черешни. Вкус настоящего удовольствия. Акваминерали с соком. Утоли жажду яркой жизни. И отношения с руководителем, и отношения в коллективе, и выстроенные процессы внутри компании или не выстроенные. То есть, все-все-все-все подряд. А когда начинаешь разбирать, да, и спрашивать, там, а что конкретно тебя не устраивает, там, на что, ну, что больше всего тебе не нравится в этой истории. И вдруг, как бы, человек начинает выяснять и понимает, что, на самом деле, может быть, отношения с руководителем не сложились, ну, просто личностные. Или, там, то, как, в принципе, выстроены процессы в компании, там, не знаю, там, у меня была одна из работ, где я понял, что я очень много работаю в корзину. То есть, я работаю-работаю, дальше я отправляю все это руководству. Ну, при этом, как бы, такой процесс на уровне компании был, да, я не одна была в него, ну, задействована, увлечена. И дальше нам говорят, ой, нет, давайте все переделаем. А теперь бежим в другую сторону. Ой, а давайте вот теперь и еще раз все переделаем. А вот давайте и еще разочек все переделаем. И от этого бесконечного, как бы, все переделаем. То есть, я результата своей работы не видела. То есть, я видела только то, что отправляется в корзину, да, файлы, которые можно сразу переносить, делать delete. И, конечно, ну, меня, как человека, который замотивирован на результат, меня это расстраивало. То есть, ну, мне хотелось видеть результат своей работы, Это продолжение какой-то своей деятельности. А я понимала, что, в общем, нет. Поэтому вот здесь как бы, хотя в другой компании, возможно, было бы по-другому. То есть, собственно, и было до этого. Потому что я меняла аналогичную должность на аналогичную практически. С чуть расширенным функционалом. Казалось бы, должно было быть интереснее. А оказалось, что нет. Потому что все время все уходит в корзину. Поэтому здесь, ну вот, как бы, разные моменты важны. Так, вижу, что еще комментарии есть. Зависит от типа управления психологической среды в коллективе. Ну да, конечно, это и есть как раз корпоративные части, корпоративные культуры. Стиль управления, который у нас принят. То, как мы взаимодействуем друг с другом. Приходим мы друг к другу на помощь или нет. Поддерживаем мы друг друга в разных ситуациях или нет. Принято ли у нас формальное или неформальное общение. Так. Да, про комплексность мотивирования как раз сейчас поговорим. Если мотивация строится только на зарплате, высока вероятность текучести кадров. Ну, конечно. Ну, то есть, как бы, вообще материальная мотивация, она имеет очень ограниченный срок действия. Обычно она заканчивается с получением первой заработной платы. То есть, когда человек получает первые деньги, когда он успокаивается, и вот такой рептильный мозг, который за выживание отвечает, говорит, фу, все, выдыхаем. И тогда, ну, включаются уже другие истории, насколько мне действительно интересна моя работа. Ну, ровно поэтому, как бы, я и призываю вас внимательно относиться к поиску работы и к анализу. Потому что дешевле, проще и удобнее найти, как бы, ну, немножечко потратить больше времени на поиск или, там, как-то более осознанно к нему подойти, поработать над собой, нежели чем потом, как-то после, там, двух-трех недель начинать искать новую работу и, там, как-то потом думать, как это объяснять, такие короткие сроки в трудовой книжке и почему до конца испытательного срока я эту работу меняю. Это можно объяснить, просто это некоторые дополнительные сложности для вас же. Окей, я попрошу моих коллег вернуться все-таки на предыдущий слайд, где мы как раз немножечко поговорим о том, что есть некоторые формальные артефакты, да, скажем так, назовем их так, которые формируют, ну, то есть, которые являются такими вещественными доказательствами корпоративной культуры. Это могут быть документы какие-то, это могут быть описанные процедуры, бизнес-процессы, это описанные правила, там, те же самые правила внутреннего трудового распорядка, этический кодекс, которым мы пользуемся, да, то есть, ну, если он в компании предусмотрен. То есть, вот, все, что документально как-то сформировано, там, правила дораскода того же самого, да, там, все, что вот как-то у нас, или даже если это передается из уст в уста, что, например, слушай, у нас там не принято ходить, ну, не знаю, в шортах. То есть, даже если это еще, может быть, не формализовано, но уже как бы, ну, уже точно это передают или пишут, там, руководитель пишет в e-mail вам, да, как-то формально, ну, это уже, ну, тоже является артефактом. И в эти же артефакты, на самом деле, может входить, ну, такая формализация, когда у нас есть миссия организации, то есть, есть то, что мы транслируем во внешний мир, то, ну, как бы, ради чего мы, собственно, эта организация существует, какой смысл она несет за собой. И есть также ценности компании, которые тоже могут быть формализованы и транслированы в мир, ну, внешний мир. И вот, как бы, артефакт – это как раз то, что они записаны и протранслированы внутри компании и во вне компании. Провозглашенные ценности – это как раз вот тот процесс, когда руководители компании формируют эти ценности. Здесь надо понимать, да, то, что, как бы, можно, конечно, пойти и попробовать сказать, так, слушайте, ну, какие у нас ценности? Ну, давайте у нас будет открытость, как ценность, да, среди сотрудников. Ну, еще давайте у нас будет, там, какая-нибудь вежливость, да, или, там, чувство юмора. Но, как бы, культура такая штука, что она как-то формируется людьми всеми, и она может быть принята или отвергнута. И когда у нас извне нам транслируют некоторые ценности, ну, или, там, сверху вниз, например, но они в реальности не совпадают с действительностью, то есть мы заявляем о том, что у нас ценности – это открытость, а на самом деле мы не даем никогда друг другу обратной связи. То есть это будет явное противоречие. И вот тогда и ценности, и миссии, как, ну, многих сотрудников можете спросить, какие там в твоей компании ценности, да, там, какие там ценности ты разделяешь. И человек скажет, слушайте, что-то там такое было, что-то нам там писали, какие-то бренд-буки, там, что-то еще там, что-то HR приходил, что-то рассказывал, ну, не помню, ну, вроде, вроде что-то про открытость было. Ну, то есть вот, как бы, люди не воспринимают то, что действительно к ним не относится. Если вы вспомните, например, так же, как вы в институт, когда пришли, да, то есть если мы говорим о том, что там домашние задания вы сдаете вовремя, а потом преподаватель сам начинает забывать их проверять вовремя, или там задерживаться с оценками, то вы уже перестанете это воспринимать как норму. То есть вы перестанете вот эту аккуратность и точность воспринимать как норму, да, то есть как то, что это действительно вот у нас так принято. Потому что вы начинаете понимать, что как бы это принято иногда во одни ворота, например, да, и то есть уже отношение к этому меняется. И точно так же вот, ну, вот так и формируется, да, культура, когда у нас какие-то наши, ну, то есть транслирующиеся ценности, они совпадают с тем, что действительно мы по отношению друг к другу проявляем. Либо не совпадают. Да, то есть такой вариант тоже возможен. Ну, и базовые представления, это еще такой более глубокий уровень, это, ну, какое-то наше общее отношение, там, может быть, к профессионализму, да, к тому, что такое профессионал, что значит быть профессиональным, да, к выполнению там задач, к дисциплине, предположим, к каким-то, в принципе, правилам и процедурам, да, то есть мы такие больше гегеи, давайте придумаем, что за новое, и вообще будем нарушать правила и идти не по законам рынка. Или мы такие наоборот, как бы, да, то есть у нас важны формальные, там, правила, процедуры. Это на уровне, как бы, перехода дороги на зеленый свет, да, то есть когда вот важно, что я соблюдаю эти правила, в принципе, вообще в жизни. И вот эти вот, как бы, базовые представления, как раз, которые приносят каждый человек, какие-то свои в компанию, и они в том числе формируются с момента основания организации, да, какие-то вот такие. приведу вам пример. Когда компания начинает расти, ну, например, она была сначала очень маленькой, там, работало 3-4 человека, у которых там в базе было, что вот там, команда, рабочая команда, это прям вот как семья, да, то есть мы там друг с другом, вот, обязательно все должны общаться. Дальше команда начинает расти, 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 и это уже становится не совсем управляемой семья, то есть представьте себе семью из 20 человек, например, ну, как бы все равно будут люди разбиваться по каким-то группкам, и все равно начнутся какие-то, да, там, то есть если, например, в нашей, как-то, ну, руководителя, или там у нескольких руководителей принято говорить, слушай, а что там, там, Петров или Васечкин, там, как-то, что у него там с личной жизнью, или еще как-то, ну, такая сплетническая немножечко культура, то когда это будет 20 человек, то все 20 будут так делать в какой-то момент, и чем больше она будет расти, тем менее она будет управляемой. Или, например, у нас там была привычка, что мы, там, на начале, когда создавали компанию, взяли работать своих друзей и родственников, предположим. Дальше компания растет, задачи компании меняются, и я встречала много таких компаний, когда можно и важно, и нужно взять профессионала с рынка, но на этом месте сидит какой-то близкий старый друг, собственник или акционера, и сидит он уже там 20-25 лет, и, как бы, ну, эмоционально и морально, как бы, никто не может ему сказать, что он не справляется со своими обязанностями, потому что очень сильно переплетены роли человеческие и профессиональные, то есть никто никогда не разделял, все считали, что и профессиональные, и личные, это вот такое вместе, и начинают возникать проблемы, и проблемы начинают возникать вплоть до того, что организация может развалиться, если вот таких вот историй много, и поэтому вот тут, ну, как-то важно, это не всегда понятно на входе, вообще далеко не всегда, но вот когда компания не может переформироваться в связи, там, со стадиями роста, и изменить как-то свою культуру для того, чтобы стать более успешной, для того, чтобы больше отвечать запросу рынка, тогда начинаются проблемы, когда мы, как бы, знаете, остаемся какой-то некоторой старой закалки, неважно, какая она была, и не готовы изменяться, почему сейчас так много все говорят про компетенцию гибкости, да, и про готовность к изменениям, вук и мир и все такое, ну, вот, это как раз про это, да, про то, что мы вынуждены меняться постоянно, мы вынуждены постоянно расти, потому что очень быстро действительно меняется ситуация и на рынке, и вокруг, и, ну, готовность есть далеко не у всех, и постепенно с рынка, за последние, там, 6-7 лет, те компании, которые себя чувствовали в стабильные времена, там, до 2008-2009 года, очень хорошо, они вот через вот эту волну кризису не смогли пробиться, и они ушли с рынка. Вот, и к чему я все это? К тому, что наши базовые представления, вот такое вот отношенческое, да, там, наши отношения друг к другу, к людям вообще, там, доверие к миру, важность там наличия, ну, формирование своей какой-то собственной семьи, не обязательно внутри организации, да, то есть, ну, как-то вот вообще ценность, семья как ценность, там, дружба профессиональная как ценность, да, или, там, профессиональное сотрудничество и партнерство как ценность, или, там, разделение ролей как ценность, то вот на этих базовых представлениях очень четко также строится и культура. Ну, и я попрошу коллег моих помочь мне немножечко, так сказать, пройти чуть дальше, еще на один слайд, и хочу вам предложить вот что. Я вижу, что у нас не так много людей в чате находится, но, тем не менее, вас активно призываю включиться. Может быть, если вы совсем не готовы поделиться в чате, как-то для себя записать, но надеюсь, что кто-то из вас все-таки поделится. Предлагаю вам такое небольшое упражнение, которое поможет вам немножечко с собой определиться, а какая культура мне подходит, то есть какие мои ценности на самом деле, что мне важно в людях, что есть во мне и что мне важно в людях. Вот про что есть во мне и что мне, как бы, какие у меня ценности, мы говорили подробно на одном из вебинаров осенью в прошлом году, и я думаю, что такой самоанализ, прям вот детальный по разным методикам, вы можете взять оттуда и попробовать потренироваться. А сегодня такое вот, вот больше такое, а вот в других мне что нравится, да, то есть с кем я хочу быть, где я хочу быть и с кем я хочу быть. Вот такую методику протестирую. Я попрошу вас вспомнить, какие три любимых журнала или телевизионных шоу, может быть, да, под телевизионными шоу я имею в виду, там, не знаю, Comedy Club, это тоже телевизионное шоу, да, то есть, ну, чтобы вы понимали, каких-то, может быть, сериала или блога, или влога, да, там, канал в YouTube, вот три таких ваших самых любимых вспомнить и попробовать записать. Если вы поделитесь ими в чате, я буду крайне признательна, мне кажется, тут как бы это с одной стороны лично, и с другой стороны, а говорят, что я пропала. Нет, я здесь, я все еще с вами. Поделиться, какие три ваши любимые журнала, телевизионных шоу или три сериала, ну, может быть, и то, и другое, и третье, да, там, может быть, блог какой-то или канал на YouTube, вот ваши любимые. Те, которые первые приходят в голову, да, то есть те, которые вы сразу вспоминаете, которые вы регулярно читаете или смотрите. Что вот, ну, как бы вам приходит, когда я задаю вам такой вопрос. Я могу поделиться с вами одним, одним, да, из своих, пока я надеюсь, что вы напишете и вижу, что, да, Александр, спасибо большое, что написали. Ну, и, как бы, у меня это, там, журнал «Инк», это журнал для предпринимателей, который я, правда, регулярно читаю, и мне очень нравится он. У вас какой-то, может быть, свой, да, там, у меня там еще есть сериалы какие-то, которые я люблю, там, форс-мажоры, например. Вот, спасибо, что поделились, Александр. Самый умный канал «Шария» или «Шария», не знаю, как правильно сказать. Блог «Эволюции». Угу, спасибо. Стендап «Посмеяться о жизненных ситуациях». Так, Гранд Тур «Интересно про автомобили». Математические каналы на Ютьюбе, их много. Классно, спасибо, Александр, большое. Если вдруг кто-то еще сможет поделиться, you're welcome, ну, или вы можете записать где-то для себя. Я попрошу коллег помочь мне со следующим слайдом, что же вообще нам с этим материалом делать, да, и почему, как нам его поанализировать. Я прошу вас вспомнить и подумать, да, записать. Можно поделиться в чат. Я, например, не знаю, что такое канал «Шария» или «Шария», про что блок «Эволюции», ну, то есть не все, что я смотрю, да, а там другие, там, ну, стендап мне понятен, да, вот Гранд Тур, математические каналы. Какого рода активность в них происходит? Как вы можете их описать? Возможно, в разных, как бы, журналах, каналах они будут разными, да, то есть можно и то, и другое, и третье. И попрошу вас прямо вот записать ответ на вопрос, какого рода активности в них происходят, каких людей вы видите в них, кто эти люди, да, то есть чем они особенно, чем они привлекают вас, что их объединяет. Возможно, это все три источника про очень похожее что-то. Может быть, они все разные, но что-то в них есть такого общего, да, то есть вот что там есть. А есть ли в них какие-то традиции, ритуалы, процессы, которые вам особенно нравятся? Может быть, это какая-то фишка, да, там, может быть, это какая-то вот уникальность именно вот этого математического блога, да, который вы выделяете среди всех остальных или идти у канала. Да, то есть, не знаю, там, у Юрия Дудя есть своя манера подачи. Его многие копируют, но он все равно такой один Юрий Дудь, ну, предположим. То есть я не знаю, как вы к нему относитесь, позитивный или нет, и не призываю любителей наоборот. Вот, ну, просто у него действительно манера, ну, есть какая-то определенная особенная. И кому-то она очень нравится, да, а кому-то нет. Вот что такого особенного вы, может быть, замечаете в тех блогах, ютуб-каналах, изданиях, журналах, сериалах, которые вот тут вам откликаются. Если честно, я когда отвечала сама тоже на эти вопросы, это методика Марка Аставискоса, это такой, ну, он психолог, и он развивает активно тему карьерного консультирования, карьерного развития, у него есть своя теория карьерного развития, даже более такая широкая, затрагивающая развитие жизни. И вот он как раз в одной из методик делился этими вопросами. И про что хочу сказать? Про то, что, знаете, не всегда сразу очевидно, что общее. Да, я, например, потом только поняла, что там сериалы, которые мне нравятся, они в основном про консалтинг. Да, то есть и вот разный, в разных сферах, но тем не менее. Про предпринимательский такой дух, который во всем, во всех присутствует. Вот что-то, что, может быть, вы чувствуете и ощущаете как объединяющее. Вы можете, если не хотите делиться в чате с нами, со всеми, просто поставить плюсик, если вы для себя это сделали, или минусик, если вам кажется, что нет, не надо так описывать детали подробно. Как вам удобно? Коллеги, вижу, по-моему, что кто-то в чате что-то написал, мне кажется. Ага. А, вот, да, спасибо большое. Так, на примере математических каналов. Опытные люди, специалисты в предметной области. Это общее. Каждый уникален в формате предоставления информации, просто о сложном. Угу. Цели, где это можно применить, в каких ситуациях, проблемах. Ага. Так, спасибо, спасибо, Александр, что поделились. Ритуалы, визуализация, слова, это логика, рисунок, применение. Классно. Ну вот, смотрите, да, вот как бы и уже какая-то информация начинает у вас появляться. Спасибо большое, что поделились. Что же мы, я дальше предлагаю вам сделать с этой информацией. Попрошу коллег тоже помочь мне со следующим слайдом. Ага, блог и канал, ну, блоги, да, это саморазвитие и мотивация. Да, это то есть тематика, которая интересна. Угу. Вот, посмотрите, самую умную мотивацию. Ага. Ну, то есть вот что-то, что у них есть объединяющее. И все-таки я вам предлагаю, как бы, если вы захотите подетальнее, поподробнее, я бы предложила вам обратить внимание, какие люди, да, там присутствуют. Что вы про них можете сказать? Как бы вы их описали? Какие они вообще, да? То есть какая там, если это команда, то какая, да? Причем, ну, это может быть, знаете, даже команда, которую не видно. Если мы говорим про, например, видеоблоги или каналы, когда, то есть видно, что это красиво, качественно снято, но мы же не видим оператора, да, то есть вот вы сейчас, например, наблюдаете меня одну, а, между прочим, тут в соседней комнате целая команда профессионалов, которая помогает, в общем, этому эфиру выйти в эфир, вот, и помогает как-то и мне выглядеть не какой-нибудь бледно-зелено-желтый, да, на этом фоне, и чтобы вы меня слышали, чтобы вы меня видели, ну, и, собственно, команда, которая вообще организует всю эту Олимпиаду, да, то есть это еще более широкая команда. Поэтому здесь вот какие люди, как бы, может быть, вы сможете по каким-то косвенным признакам понять, кто эти люди. У нас вот, например, очень такая приятная, дружелюбная команда, могу вам точно об этом сказать. И, да, обладают нестандартным мышлением, умеют достигать целей. Да, это вот начинает вот как бы, ну, то, какие вам нравятся люди, в том числе это, и, возможно, это отражает как раз. Люди, увлеченные своим делом, присутствует эмоциональная связь, их хочется слушать и слышать, пробуждают интерес самым нетривиальным способом. Так, мне больше интересны каналы, посвященные новым технологиям, науке, образованию. Да, научные эксперименты. Я вижу в некоторых каналах про активных людей, наши смотрю такие, а чаще смотрю такие каналы. Да, вот смотрите, и вы начинаете замечать, кто вам интересен. То есть среда, в которой вам интересно работать. Это среда общения человек-человек, например, да, то есть это канал про людей для людей. Это может быть какое-то там телевизионное шоу, да, или там сериал, предположим, про взаимодействие между людьми, про отношения между людьми. Либо это может быть взаимодействие человек и технологиям, то есть человек с природой, предположим, да, то есть человек и какие-то автоматизированные системы. Кому-то интересно, там, какие-то хобби, да, там, рыбалка, охота, ну, не знаю, все что угодно. Кому-то интересно, интересен журнал, там, занимательная механика. То есть вот абсолютно разные, и по ним вы можете уже начинать ориентироваться, а что же для вас, да, то есть что, где, в какой среде вам комфортный, интересно. И если вы понимаете, что, например, вы безумно интересуетесь каким-нибудь там шоу, танцы, вам нравятся художественные галереи, вы любите, например, там, не знаю, какие-нибудь такие модные показы и идете работать в банк, ну, предположим, на какую-то вот прям рядовую позицию, там, не знаю, считать однотипные операции, неплохо задать себе вопрос, точно ли вот это мое. Может быть, у вас очень разносторонняя история, может быть, вам нравится и то, и то, и тогда окей. А может быть, да, я просто иду в банк, потому что, как бы, ну, вроде говорят, что это престижная работа. А на самом деле мне нравится, не знаю, диджей по ночам. Ну, я сейчас никого не призываю, да, и дабы меня не убили ваши родственники ближайшие, вот за то, что я так говорю. Ну, то есть, может быть, абсолютно по-разному. Поэтому вот чем лучше вы ориентируетесь с собой, вот эти сериалы, ну, посмотрите, вот что еще общего, да, в этих сериалах, там, да, какие задачи решаются в этих, там, шоу или в этих, на этих каналах, может быть, научные задачи, исследовательские, да, там, может быть, вы с собой замечаете, что вам интересно исследовать, вам интересно осваивать что-то новое, да, там, вам интересно придумывать что-то. Или наоборот, вам интересно, когда у вас есть достаточно понятная, прозрачная схема работы, где вы можете достигать мастерства. Те самые 10 тысяч часов их тоже никто не отменял, да. То есть, когда вы можете один и тот же, как бы, одну и ту же задачу выполнять много-много-много раз, одно и то же действие, но при этом каждый раз его совершенствуя и находя какие-то новые грани в нем. И это тоже возможно. Вы не представляете, как иногда, ну, может бухгалтер рассказать о своей работе творчески. И он говорит, в смысле, бухгалтерия – это самая творческая профессия. Я же тут вообще придумываю какие-то схемы, проводки, думаю, как лучше это отразить в финансовом учете. А для кого-то это может быть скука и скучище, да, то есть, господи, вообще, как можно этим заниматься. А для кого-то там продажи, ну, боже мой, да нет, вообще не мое. А кто-то ловит кайф от того, что он продает, от того, что заключает контракты, сделки, долгосрочные переговоры ведет. Ну, то есть, вот, это для каждого, ну, как бы, и выбор профессии свой собственный, и выбор людей, и культуры. То есть, когда вы приходите в компанию, вы тоже можете увидеть, насколько вам откликается то, что там происходит. Прямо на уровне ресепшн. То есть, вы заходите внутрь компании, и вы можете увидеть, там, не знаю, облезлые стены, какую-то достаточно жестко разговаривающую девушку на ресепшн, и просто почувствуете внутренне, господи, я хочу уйти отсюда. И, возможно, как бы, это просто первое впечатление, и дальше вы начинаете общаться, там, с сотрудником отдела кадров, там, с руководителем, и вы видите абсолютно другую реакцию. А может быть, они повторят примерно то же самое, что и сотрудник на ресепшн, и вы тут же поймете, насколько это ваше или не ваше. А может быть, вам вообще все равно, потому что вы идете на работу работать, и вам не важно абсолютно, ну, то есть, вы сами, как бы, может быть, интроверсивны, и не, вам не так важны общения с людьми, наоборот, чем меньше вы будете, тем лучше. То есть, тут вот для каждого это будет свое. Ну, и, собственно, что я вам хочу предложить, это написать 2-4 предложения о том, в какой среде и с какими людьми, решая, какие задачи, вам интересно работать. Вам интересно быть даже, не работать, а быть. Представьте себе, что, там, выходя на работу, если это стандартный график, 8 часов в день, 5 дней в неделю, это достаточно большое количество времени, если честно. И вот с какими людьми вам бы хотелось бы его проводить? В какой среде вам бы хотелось бы работать? Как вообще вот это для вас? Хочу вас спросить, может быть, вы поделитесь в чате, была ли для вас полезна эта методика, и планируете ли вы ее немножечко поработать над ней отдельно? Буду благодарна, если поделитесь в чате. Ну, а мы идем дальше. Ну, если какие-то вопросы у вас возникают, конечно, тоже по ходу, пожалуйста, говорите. Ага, уже применяем. Спасибо. И мы идем дальше, собственно, на следующий слайд. Прямо на рабочем месте. Классно. Ну, то есть, вот, что мы, что я вам предлагаю над чем подумать, над тем, что, вот, как, как ваше вот то, что вам нравится, как то, что визуально вас привлекает, да, там, и как-то интуитивно, как это в реальности отражается в вашей работе. Может быть, вы поймете, там, ну, я, например, я индивидуальный предприниматель, и я понимаю, что, как бы, у меня такие разные проектные команды, и мне иногда не хватает вот этого такого одного коллектива, в который бы я каждый день приходила, да, то есть, ну, вот, я прям чувствую и ощущаю это. Вот, хотя, вот, как уже говорила, команды, я профессионал, год я регулярно здесь бываю, и мне это приятно. Ну, то есть, вот, вот подумайте, как бы, чего действительно хватает или не хватает в вашей профессиональной деятельности, в вашей работе, в той культуре, в которой вы работаете. Ну, и, собственно, что спросить на интервью, да, для того, чтобы понять, и что вообще посмотреть до интервью. Ну, конечно, я предлагаю вам изучить веб-сайт компании достаточно подробно. Там точно, ну, если бы большая компания, там есть и миссии, и ценности, и все, вот, и история компании, то, как она формировалась, можете посмотреть, как компания ведет себя на рынке, это, и вообще, какая среда в этом рынке, да, то есть, это агрессивная конкуренция или, например, это, ну, скажем так, такой стабильный рынок, который стагнирует, да, или, там, ну, не знаю, там, многие считают, что банковская отрасль испытывает сейчас кризисные времена, хотя, на самом деле, там много очень новых профессий тоже формируется на стыке, там, IT и банковской сферы, на стыке маркетинга и банковской сферы, то есть, ну, там есть очень много возможностей, поэтому просто банк становится другим, да, то есть, он немножко сам меняется сам по себе, онлайн, например, становится, или диджитал банк, вот, поэтому здесь, как бы, вот, посмотрите заранее до интервью всю информацию, которую вы можете вытащить, в том числе, можете посмотреть, там, вы наверняка знаете, что многих кандидатов смотрят, многих кандидатов смотрят в соцсети, никто вам не мешает посмотреть в соцсети человека, с которым у вас предстоит интервью, вообще немножечко почитать про то, кто это, там, да, ну, если это профиль открытый, там, посмотреть, узнать, кто там работает, какие люди, как они проводят время, там, и так далее, то есть, точно так же, как бы, ну, это же одинаковая ситуация, на самом деле, и вы присматриваетесь, и к вам присматриваются, поэтому здесь вот эти ресурсы, они все в доступе открыты. Иногда можно посмотреть публикации, да, руководителя компании, часто делают какие-то пресс-релизы, или делают, пишут статьи, там, да, и какие-то просто даже в соцсетях или в твиттере высказывания, и вы начнете понимать, про что вообще, чем живет и чем дышит эта компания, и начнете, можете начать сравнивать со своими какими-то представлениями. Единственное, конечно, то есть, если это большая компания, если вы смотрите публикацию руководителей, все-таки, как бы, ну, могут быть от отдела к отделу различия, в том числе и функционально, да, предусмотрено. То есть, если ваша профессия подразумевает, там, не знаю, вы занимаетесь кибербезопасностью, то все равно там есть определенные стандарты, да, и определенные, как бы, ну, такие жесткие рамки могут быть. Поэтому здесь вот, ну, смотрите. Ну, и, собственно, на самом интервью это, вы всегда можете, вот, помните, я на прошлом вебинаре как раз говорила, что там важно задавать вопросы работодателю. В том числе можно спросить о том, какие традиции есть в коллективе, в команде, для того, чтобы попытаться лучше узнать команду. Как руководитель, что ему вообще важно в сотруднике, да, то есть, на что он обращает внимание. Как проходит процесс адаптации новичка. Когда вы задаете открытый вопрос, да, то есть, не есть ли у вас процесс адаптации, ну, если задаете закрытый вопрос, есть или нет, ну, ответ и будет, есть или нет. И вы можете не узнать, какой. А так вы одним вопросом понимаете, он реально есть или его действительно нет. Да, то есть, или как он выглядит, да, он формализован, не формализован, он уже является артефактом, да, или он все-таки на уровне, как повезет, да. Как вы относитесь к ошибкам, как вы относитесь, ну, как вы поощряете людей за достижения. И вы начнете понимать, про что в том числе эти люди. То есть, не только руководитель, ну, и сам руководитель, и, ну, команда, там, какие-то традиции. Понятно, что, как бы, это не значит, что вы должны руководители устроить допрос с пристрастием на еще одно интервью, да. Но какие-то вопросы, которые для вас лично важны, да, или, может быть, они будут перефремулированы совсем по-другому как-то. Вот подумайте над ними, и я предлагаю их задавать, потому что это действительно важные вопросы. Так, вижу, что у вас есть комментарии. В общем, в основном так стараюсь подбирать такую среду общения, в которой мне интересно, здорово, креативные, умные, талантливые люди, классно. Ну, вот да, смотрите, здесь я просто встречаю достаточно часто такие ситуации, когда люди при поиске работы, особенно чем старше становятся, чем больше мы становимся зависимыми от материальных каких-то обстоятельств, тем больше, как бы, ну, рисков появляется, и тем больше я встречаю людей, как ни странно, которые очень сильно ориентированы именно на, там, ну, на деньги, на задачи, хорошо, если на задачи, и вообще на какое-то развитие. То есть, ну, мало кто задумывается о том, с какими людьми мне предстоит работать. То есть, кто-то говорит про химию, ну, химию, там, сложилась химия с работодателем или нет. И вот это важно, если у вас химия с работодателем не складывается, если вы видите на этапе интервью, что вам не нравится этот человек, внутренне, вот, просто по ощущениям не нравится, ну, скорее всего, вам сложно будет с ним работать, да, то есть, ну, здесь вот подумать важно, да, хочу я сюда действительно выходить или нет. Понятно, что, там, руководители, они тоже не вечные. Вы можете выйти на работу, как я приводила пример, я вышла как-то раз на работу, а у меня руководительница в декрет ушла через два месяца. Просто у нее такая одежда была на собеседовании, что я не поняла, что она в положении находится. И у меня вдруг поменялся руководитель. Такие сюрпризы тоже бывают, поэтому, как бы, вот, ну, тут не угадаешь и гарантий никаких, но, по крайней мере, хоть что-то узнать, что-то понять для себя, и, главное, знать про себя и, ну, ориентироваться как-то на свое ощущение, это важно. Так, вижу, что есть вопрос, и я призываю вас, у нас как-то уже заканчивается формализованная, да, такая часть вебинара, можно даже на следующий слайд нам переключиться. Ага, да, у нас есть 5-7 минут на вопросы, и если они у вас есть, я предлагаю вам их в чате озвучить. Так, тем лид есть, я тем лид, есть проблема, я вижу ее решение. Руководство принимает решение наихудшее из возможных для нас, но очень эффективное для пиара. Таким образом, мы не гарантируем выполнение, и их вариант подвержен рискам. Насколько корректно отстаивать свою точку зрения или смириться? Александр, я бы рада вам дать ответ на этот вопрос, но это всегда, знаете, такие весы, да. С одной стороны, руководителям, и часто нам, как подчиненным, кажется, что вот это, ну, не вариант или вообще невыгодно. Я обычно себе задаю вопрос, это действительно, как бы, снижает качество, это действительно мне невозможно сделать? Или просто мне, может быть, не хватает, там, каких-то знаний или видения? Потому что у руководителя обычно видение чуть-чуть, вот, ну, как бы, оно такое повыше, то есть более широко может видеть картинку. Я, ну, не беру случаи, когда руководитель, так бывает, что он не эксперт в той области, и тогда действительно можно прийти и сказать, слушай, вот, ну, смотри, вот тут такой риск, тут такой риск, тут такой риск. Если руководитель на себя эти риски принимает и понимает, что, как бы, действительно, там, да, мы рискуем, да, у нас есть определенные, как бы, риски, там, с точки зрения качества, например, задачи, но нам важно сейчас на рынке спозиционироваться вот так, потому что на долгосрочной перспективе это, там, для нас сыграет большую роль, чем нежели вот один вот этот момент. И тогда это, ну, как бы, он принимает это решение и берет на себя за него ответственность. То есть я бы сориентировалась, скорее, как бы, себя бы поспрашивала, точно ли я, там, всю предоставила информацию, точно ли знает мой руководитель о рисках, которые могут возникнуть, все ли риски я предусмотрела, да, там, и донесла ли их. Ну, и, собственно, если дальше уже такое решение принимается, как бы, и, ну, значит, да. Другой вопрос, то, что я могу быть все равно внутренне с ним не согласна, или, там, я могу быть даже внутренне не согласна, там, с курсом компании. Ну, тогда вопрос ко мне, а что я тут делаю, да. То есть, как бы, вопрос ко мне, насколько мне комфортно. И действительно я хочу развиваться дальше в этой компании, или я понимаю, что, что все. Так, про химию это отсылка к служебному роману, я так понял. Нет, про химию, ну, нет, не совсем. К фильму, может быть, там, там что-то было такое тоже, вот. Но это не про романы, это про химию в смысле человеческую, да. То есть, насколько, скорее, установление контакта, да, то есть, как в продажах, если вы знаете, там, с клиентом, ну, бывает такое, что вы там с людьми, даже не с клиентами, а просто вот с людьми на одной волне. И это как-то достаточно быстро становится понятно, ну, первичное, по крайней мере, ощущение. Вот это вот на одной волне вы действительно, или не на одной? Или вы вообще говорите на разных языках? Один про цифры, другой про штуки, например. Так. Так, так, так. Судьба дискуссии. Коллеги, видимо, уже как-то там сами с собой поговорили немножко в чате. Я пытаюсь уловить какую-то нотку. Окей. Так, иногда говорят, что нельзя так упираться, проще согласиться на то. Но это неправильно же. Ну, Александр, видите, тут такая история, что как бы правильно или неправильно. Вот помните, я говорила в начале про культуру, да, про то, что как бы где-то вот правильно, для какой-то компании в культуре правильно со всем соглашаться. И люди на это идут. Я не говорю о том, что это может быть эффективно, неэффективно для бизнеса. То есть мы помним, что работа, да, ну, работа, да, как бы бизнес, это все-таки, ну, как бы некоторые процессы для производства чего-то, может быть, для получения прибыли, конечно. Ну, это я сейчас про коммерческий бизнес говорю. Поэтому здесь, ну, как бы вот мы часто путаем эмоциональное, да, очень большое включение внутрь. С другой стороны, его нельзя и отключить, это эмоциональное все, да. И если я понимаю, что, ну, бывает такое, что компания не готова к изменениям, не готова к переменам, не готова, ну, руководитель, может быть, не готов услышать. Может быть, у вас есть, там, не знаю, как-то принято или не принято общаться с несколькими руководящими людьми, ну, и как-то озвучивать риски в командном каком-то взаимодействии. То есть тут это очень такая индивидуальная ситуация, и нельзя сказать, правильно или неправильно, да, там, можно или нельзя. Можно по-разному. Вопрос последствий, да, то есть и только вы можете оценить, находясь в данной компании, каковы будут, ну, какие будут последствия у каких ваших действий. Если вы согласитесь, если вы не согласитесь, последствия с точки зрения вашей работы в компании, последствия с точки зрения ваших отношений с руководителем, последствия с точки зрения ваших отношений с собой. Это тоже, ну, важный вопрос. Можно ли использовать корпоративную культуру как одно из средств мотивации персонала? Ну, конечно, то есть вообще по-хорошему, да, как бы компании, которые работают над созданием корпоративной культуры и проверяют ее временем и понимают, что она действительно эффективно срабатывает. Почему, помните, я сказала, что она как бы через время становится понятна, эффективна это или нет. Они, в общем, более успешны на рынке, да, то есть они как-то те, кто осознанно вкладывается в этот процесс. Почему? Потому что вот эта культура поведения, когда мы начинаем спускать на тормозах какие-то ошибки, например, да, или там у нас не принято озвучивать конфликтные ситуации, конфликт интересов, например. Или у нас не принято, например, говорить о том, что там, ну, что руководитель может быть неправ, и я не могу дать обратную связь руководителю. Таким образом начинают перекрываться каналы обратной связи. То есть обычно это не один такой человек, а их может быть несколько. Ну, то есть важно тоже понимать и видеть, да, вот эти процессы. А это только у меня так с этим руководителем? Или я замечаю, что мои коллеги спокойно говорят об этом? А я не могу по каким-то причинам. Может быть, это какая-то моя личная история, когда я действительно, мне сложно сказать, там, критику или еще что-то, или сказать, что я там, я не согласен с вами или не согласна. Вот, то есть, ну, вот какая-то такая постоянная сверка с реальностью, я бы так сказала. И вот компании, которые, как бы, вот начинают всякие разные механизмы выстраивать, находить, что действительно объединяет людей, какая действительно культура важна, она может быть вообще непринимаема каким-то рядом людей. Не знаю, вспомните фильм «Бойлерная», предположим, да, или любой фильм про Уолл-стрит. Вот кому-то близка вот эта культура закрывания сделок любой ценой заработка денег, неважно, что это через обман идет. И кому-то, кто-то от этого ловит кайф и азарт. А кому-то это вообще не близко. Да, то есть кто-то может сказать, слушайте, ужас какой, я лучше пойду в благотворительный фонд поработаю. А кому-то вообще какая-то третья история близка будет. Поэтому вот, как бы, каждая компания, она выбирает, в том числе это и на стратегию движения на рынке отражается. То есть не может быть такое, что у нас по корпоративной культуре мы такие добрые и пушистые, а рынку мы заявляем, что мы очень такие вообще конкурентоспособные и агрессивно настроенные. То есть это будет такая, ну, как сказать, неконгруентная история. И, скорее всего, там, ну, какая-то реальность, она все равно будет выплывать наружу. Тем более, что у нас сейчас такой век соцсетей, когда любое позиционирование компании достаточно легко развинчивается, да, с помощью обычных пользователей сети интернета и там социальных сетей с указанием хэштегов компании при любой там непонятной ситуации. Так, хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я рада, что вы сегодня провели этот час 20 вместе со мной. Я надеюсь, что вебинар был вам полезен. Мы завершаем постепенно цикл вебинаров «Как стать профессионалом». Завтра будет финальный вебинар, да, может быть, он будет в записи, может быть, он будет онлайн вживую. Чуть позже, я думаю, что мы тоже это поймем. И я очень рада была провести эти чуть больше, чем полгода вместе с вами. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Спасибо за активное участие в вебинарах. Если вдруг вы не смотрели предыдущие вебинары, они есть на сайте «Я профессионал». Я буду рада, собственно, если какая-то из тем еще вас заинтересует. Ну и, конечно, я хочу от своего лица поблагодарить команду «Олимпиады. Я профессионал». Спасибо большое всем коллегам, которые сделали возможным, да, видеосъемку и эту трансляцию, и все предыдущие. Команду организаторов, команду креативную, которая тоже и продвижением в соцсетях вебинаров занималась. И спасибо большое вам огромное, всем участникам за этот замечательный курс из наших 20 вебинаров. Я вам желаю успехов и удачи, и до встречи в эфире. Спасибо.